Хей, друзья мои! Всем большой привет и добро пожаловать в игру ТСМ4! Мы вернулись в сотню детей и в прошлой серии мы с вами узнали о том, что Скарлетт беременна от Изи. Ну а в сегодняшней серии мы с вами узнаем, во-первых, кто же родится у нашей Скарлетт, а во-вторых, кто же станет наследницей Карла, или если у нашей Скарлетт родится девочка, то будет наследницей она. Так что обязательно поддержите лайком нашу Скарлетт и попробуйте сейчас в комментариях предугадать, кто же у нее родится. Девочка, мальчик, девочка, девочка, мальчик, девочка, мальчик, девочка, девочка. Ну, в общем, попробуйте предугадать, кто же у нее родится в этой серии. Ну а мы с вами пока что посмотрим, что у нас дома происходит. А я так понимаю, что у Скарлетт очень понравилась индейка, которую она приготовила в прошлой серии, и я надеюсь, что кто-нибудь еще попробует эту индейку, потому что она так долго ее готовила, и в итоге что? Никто не хочет попробовать вкусную индейку. Так, здесь нужно будет поубирать. А что у нас там с нашими кому? Кому? Комочками, ребят. Вон у нас один комочек все-таки остался. Как вы знаете, перед началом каждой серии я пытаюсь всегда поубирать. Но, видимо, обязательно один комочек должен задержаться в нашем домике. Кстати, я вот думаю, перестраивать ли нам... Ой, ребят, зеленый дымочек. Нужно будет повыбрасывать продукты из холодильника. В общем, я пока не знаю, стоит ли перестраивать домик или нет, потому что мы же с вами сегодня узнаем, кто же станет наследницей. И понятное дело, что Скарлетт уже перестанет знакомиться, заводить новые романы. Она будет работать только с наследницей. Она будет ее обучать, она будет с ней заниматься. Поэтому я не знаю, стоит ли нам строить новый домик, учитывая, что у нас больше здесь не будет большего количества персонажей. В общем, посмотрим. О, привет! Кстати, мы с вами сегодня должны отметить день рождения Франклина. Потом мы должны будем отметить день рождения Элайджи. А, вон Элайджи. Я уже смотрю и думаю, куда пропал Элайджа. Кстати, я вроде как не перепутала. Это Элайджа, а это Франклин. Слушайте, все, уже не путаемся. Значит, здесь вроде как чистенько. А что у нас тут? Слушайте, все блестит, переливается. Ну, просто красота! Красота! А где, ребята? А где Карла? А где Аларик? А ну, давайте посмотрим. Слушайте, мне так нравятся эти фотографии. Главное, их не забыть потом забрать из этого дома. И, кстати, у меня уже есть кое-какие идейки, куда переедет и с кем переедет наша Скарлетт. Многие ребята поддерживают идею, чтобы Скарлетт переехала кое-куда. Я не буду пока что вам спойлерить. Вместе с Изи. Ну, как бы у них такой роман, такая любовь. И, может быть, они вместе переедут. Кстати, я вернула стул! Наконец-то я вернула стул, потому что, по-моему, серии 10 подряд здесь просто стоял одинокий столик. И я решила, ну нет, ну нет, ну нельзя, чтобы так было у нас. Ребята, а где Карла? И где Аларик? Может, они на улице? Слушайте, я их не вижу. Вот вообще не вижу. Вот не бачу, баба, слушайте. А еще, как думаете, почему Изи наготовила так много успокаивающих отваров? Нет, в принципе, у нас тут дома часто дурдом происходит, но зачем так много? Мне кажется, кто-то может отдыхать в этом домике. Потому что этот домик... О, я же говорила, а кто у нас тут спит? Непонятно, кто спит. Ну, кто-то тут спит. Ладненько, давайте разберемся, посмотрим, кто чем занимается. Значит, ну, чем занимается наша Скарлетт, и так понятно. Чем занимается Аларик? А, так вот, кто тут спит. Тут спит Аларик. А где Карла? А, вот где Карла. Кстати, ребят, еще такая вот небольшая новость. Если наша Скарлетт станет пожилым персонажем, ну, и вдруг с ней что-то произойдет, помните, то, что была Скайли. В общем, как вы понимаете, за малышкой будет, скорее всего, смотреть Карла. Опять-таки, если она не станет наследницей, и у... ну, это мы с вами берем вариант, что у нашей Скарлетт родится девочка. Ну, в общем, Карла будет смотреть за малышкой. А Карла у нас трошки безумная. Она у нас получила достаточно интересную характеристику, так что мне будет очень интересно на это посмотреть. Как дела у наших хлопцев? Давайте посмотрим. Так, ты хочешь в туалет? Ну, в принципе, все not so bad, not so bad. А, у нас кто-то умер, я помню, что в прошлой серии. И, кстати, нужно сейчас шведенько накормить нашего Элайджу. Так, бросай, бросай все, бросай все, и я тебя прошу, пожалуйста, накорми Элайджу. Другие варианты, уход и кормить. Давай-ка ты покорми малыша. Я так понимаю, что все-таки Изи пока не особо спешит уходить из нашего дома. Я, по-моему, правда, закрыла дверь. А давайте проверим. Да, ребят, я, по-моему, закрыла дверь. Ну, ничего страшного. Ну, поживет у нас он трошки. Ну, ничего ж плохого там нет. Правда? Правда. О, Карла решила попробовать. Моя ты хорошая девочка. Она решила попробовать вот это вот блюдо. Видите, она ошалевшая. Она insane. И я представляю, что у нас в итоге получится с вот этим челленджем, если она будет следить за малышкой. Опять-таки, если не она наследница, что ты так улыбаешься? Изи, ты знаешь, что было в прошлой серии? Ну, да, ты знаешь, ты же присутствовал в прошлой серии. В общем, в прошлой серии у нас, конечно, было очень тут весело. Но, как вы понимаете, все закончилось очень и очень даже хорошо. Кстати, нужно попросить сейчас Карлу, чтобы она проверила, как дела у крыски. Значит, сегодня у нас среда. Я хочу... Стоять, подождите. А что у нас по успеваемости? Хорошистка. Она не прокачалась, но сделала домашнее задание. А что ты у нас прокачиваешь, хорошая моя? Значит, общение, логика. Слушайте, давайте, может, попросим, значит, моторика и интеллект. В принципе, можно и то, и то прокачать. Давайте посмотрим. Моторика и интеллект. А у нас же, да, столик есть. Давайте провести опыты. Хайна сейчас займется опытом. И как раз у нее вроде по настроению все not so bad. Как дела у Скарлетт? Скарлетт кормит малыша. И это очень хорошо, потому что я помню, сколько раз у нас были баги, что она просто не подходила к малышу. И все. Так, давай-ка ты дух персонажа по имени Алекс. Ребята, Алекс как бы робот. Дух робота по имени Алекс ослабевает. Ты себя фотографируешь или нашу Скарлетт? Нет, ну, в принципе, мы не против, чтобы Изю у нас какое-то время пожил. Давайте мы с вами посмотрим, что у нас в холодильнике пропало. Потому что хотелось бы, конечно, взять остатки. Выброси, пожалуйста, испорченную пищу. Значит, Карла отправляется наверх. Она сейчас должна позаниматься опытами. Ну, а Скарлетт, пожалуйста, уложи, уложи малыша. Так, стоять. Сначала, пожалуйста, уложи спать. Давай, укладывай. Я тебя прошу, хорошая моя. Раз, два, три, четыре, пять. Малыша нужно уложить спать. И давай-ка ты эту бутылочку. Ладно, я за тебя выброшу бутылочку. Окей, no problem. Так, теперь мы тебя попросим выбросить испорченную еду. И я хочу сюда же отправить индейку. Потом бы желательно мусор повыбрасывать. Кстати, мусор повыбрасывать. А у нас же есть этот самый... У нас же... У нас же доступ к мусорному баку есть. В принципе, никаких проблем. Ой-ой-ой, ребят. А, ну я же говорила, что малыш спатьки хочет. Так, давай-ка ты знаешь, что сделаешь. Давай-ка ты, наверное, убаюкать. Включи колыбельную. Брат по имени Жак. Включай, пожалуйста, колыбельную. И мы отправляемся выбрасывать испорченную еду. Молодец. Мне нравится, что Изи решил помочь со стиралкой. Слушайте. Или ты просто стоишь и смотришь, как тут одежда стирается. Нет, ну если ты стоишь и смотришь, мы, в принципе, не против. Значит, как дела у Карла? Она... О, молодец. Прокачивается. Значит, может быть, она, конечно, интеллект прокачает сегодня до четвертого уровня. А если бы она еще продуктивность смогла поднять? Ну, ребят, это вообще было бы просто бимба, но я не уверена. Я хочу разбудить, наверное, Аларика. Ой, ребят. У Аларика, видите, настроение такое себе. Мы можем попросить его построить скульптуру из песка. Может быть, ты хочешь метку территории. И потом, наверное, мы его попросим пойти, ну, взять остатки пищи. Главное, чтобы он тут ничего не начал крушить, потому что вы знаете. Вы же знаете, что у нас эти наши оборотни, ну, такие, ребята, достаточно агрессивные. Да ладно, смотрите, ребят. Скарлетт решила, наконец-то, поубирать. Дай, пожалуйста, смоколы к нашей крыске. И, наверное, мы с вами, знаете, что попросим ее сделать? Вообще-то попросим сделать букетики, потому что у нас почему-то вдруг осталось 1700 семиллионов. Зекого-пырыляку я не знаю, но... Надо все-таки, конечно, сделать еще парочку букетиков. Оп! Смотрите, способствует росту. И затем давайте мы соберем весь урожай. И здесь ничего собирать не надо. Значит, она сейчас займется, конечно, букетиками. Потому что у нас 1700 семиллионов. Если вдруг Аларик сегодня станет отличником, то мы с вами... Так, а зачем мне открывать? Стоять. Создать композицию все. Мы с вами должны будем его переселить. И мы с вами... Знаете, куда его переселим? Мы с вами в Moonwood Mill. Мы же с вами там обустраиваем одну локацию. Значит, давай-ка ты сделай желтые орхидеи. Желтенькие. А как дела у Аларика в плане учебы? Смотрите, у него продуктивность хорошая, но он не сделал домашнее задание. Поэтому он сейчас перекусит. Да, молодец. И затем мы попросим его сделать домашнее задание. И, наверное, дополнительное. Потому что, who knows? Может быть, ему это как раз поможет сейчас. Значит, Карла у нас занимается. Но скоро ей нужно будет спать отправляться. Франклин проголодался. Поэтому мы сейчас, наверное, дадим ему перекусить. Лем. Лем тоже проголодался. А, Изи, а ты не хочешь малышей скупать? Мне было бы очень приятно, если бы ты нам сейчас помог. Вы только посмотрите, какие красивые букетики подготовила наша с Карлит. Ребята уже отправились на учебу. И я смотрю, что у нас уже есть первые покупатели. Я очень надеюсь, что сегодня Аларик, возможно, станет отличником. И мы, наконец-то, его переселим. По поводу Карлы, ребят, я не знаю. Есть одна проблема. Из-за того, что у нее характеристика insane, она очень медленно прокачивает навыки. Очень-очень-очень медленно прокачивает навыки. И, честно говоря, я даже не знаю. Да ладно, 26 тысяч, ребята, стоять. Куда? Куда стоять? Вы же купили один букет. О, приветики. Смотрите, кто к нам в гости пришел. Лео. А ты не хочешь купить букетик? Лео, купи букетик, пожалуйста. Купи у нас букетик. Я надеюсь, что хоть кто-нибудь подойдет и купит. Смотрите, какой красивый. Смотрите, какие восхитительные она хочет в туалет. Ладно, заканчиваем. Беги. Беги в туалет. И затем ты продолжишь... Ну, вы что, издеваетесь? Вы издеваетесь! Смотрите, а Изи-то смотрится малышами. Смотрите, какой у нас хороший Изи. Отправляйся давай, бегом в туалет. И затем ты продолжишь... Ой, а кто это у нас такой? Лайнел Барфилд. Да ну покажись. Ух ты, какой мужчина у нас тут гуляет. Я помню, что с вот этим Питером вроде как пыталась закрутить роман одна из дочек нашей Скарлетт. Ребята, вы помните, которая из дочек пыталась с ним закрутить роман? Помню, что на островах. Или Кая, или Элана. Нет? Может быть, я, конечно, путаю, но давайте посмотрим. По-моему, кто-то из девчонок. А ну давайте глянем. Значит, кто у нас может? Давайте перейдем с вами вот сюда. Или нет. Лиллиан точно нет. Тереза не уверена. Джинджер может. Джинджер может. Но не уверена. Мне кажется, или Кая, или Элана. Напишите, ребят, в комментариях, если вы помните, кто все-таки пытался закрутить с ним роман. Значит, обслуживать стол, и мы сейчас должны все-таки продать еще вот этот букетик. 28 тысяч, ребята. Ой, привет. Ричард? Ричард! Подождите, а Ричард, по-моему, по-моему, как раз он живет вместе с Эланой. Или я что-то путаю? Или не путаю? Но, по-моему, Ричард крутил роман с Эланой. Но, опять-таки, я могла все перепутать. Вы же понимаете, у нас тут действительно очень много страсти. Ну, почему, ребята? Почему у нас тут так грязно? Между прочим, наша малышка Карла сегодня уже с крыской поиграла. Прямо перед тем, как отправляться на занятия. И все равно у крыски плохое настроение. Так что нужно будет... Так, начинаем дворовую распродажу. Нужно будет попросить Карлу, чтобы она, конечно же, сейчас еще провела время с крыской. Значит, сегодня у нас день варенья у Франклина. Мы должны попросить нашу Скарлетт, чтобы она приготовила тортик. И затем мы сможем отметить день рождения Франклина. Ну, а на следующий день у нас будет день рождения Лайджи. В общем, короче, у нас куча дней рождений. Я надеюсь, что мы сегодня с вами все это отметим. Кто у нас купит? Давайте мы Питеру предложим. Питер, купи, пожалуйста. Рекламировать продукты. И Лайнелу предложи. Может быть, ему очень нужен букетик. Стоять! Джен! Джен, вам тоже очень нужно. Я понимаю, что вы хотите поотжиматься, но... Ребят, смотрите, сюда еще и Гектор пришел. Ребята, это у нас столько покупателей? Серьезно? Нас так много покупателей? Люди, вы же подошли к моему букетику. Купите, смотрите. Шикарный букет. Я понимаю, что вы о чем-то говорите. Так, Лайнел, отстань. Я рассказываю. Кто и почем? 14 с половиной тысяч. Все, бимба, ребят. Давайте посмотрим, как дела у Элайджи. Элайджи очень голоден. Ребята, срочно покормите малыша. Нужно уход за младенцем кормить. Бегом. Бросай, Лайнела, бросай всех. И бегом давай к Элайджи. Все, бросай распродажу. Нам уже продавать нечего. 42 тысячи, ребята. 42 тысячи. Так, уходи давай. Уходи давай, Ричард. У нас куча дел. Быстренько отправляйся. Быстренько. Потому что нужно накормить сейчас Элайджу. И затем нужно посмотреть. Ну, у ребят вроде бы все нормально. Видите, они с планшетиками. Кстати, давайте посмотрим по навыкам. Значит, у Франклина. О, смотрите. Давайте мы, наверное, его попросим сейчас прокачивать. Что ты у нас сейчас делаешь? Рисовать с Ламой. Давайте мы его попросим, чтобы он... Общение, передвижение, мышление. Давайте, может быть, играть в сим-формы. А как дела у Лема? А у Лема, ребят, я могу трошки путать имена. Вы же знаете. Но он сейчас воображение прокачивает. Слушайте, как здорово. Скарлетт, ты успела? Молодец! Максимальный уровень в навыке садоводства. Добрый вечер. Главный шеф-повар. Игра, ты только сейчас это поняла? Серьезно, ребят? Почему у нас сейчас это все подтянулось? Да ладно, смотрите. Кая пришла к нам в гости. Давайте мы ее пригласим войти. Кая, приветик. Еще и Скарлетт голодная. Давайте мы, наверное, тогда попросим их перекусить. Потому что вижу, что все голодные. У нас еще... Вы что? Ребята, кто-то стал отличником, по-моему. Так, бегом. Бегом, бегом, бегом. Смотрим. Так себе. Да! А Ларик стал отличником. Ха-ха-ха-ха. И Карла не стала отличницей. Я же говорила, что из-за того, что она инсейн. Смотрите, она всю ночь занималась поделками. Она и интеллект прокачивала. И видите? Видите, как медленно заполняется? Поэтому не знаю, когда она станет отличницей. Вот серьезно. Значит, мы с вами что должны сделать? Мы сегодня должны отметить день рождения Аларика. И мы должны отметить день рождения Скарлетт. Ребята, день рождения... Ой, Скарлетт. Какой Скарлетт? Франклина! Вот видите, я уже путаюсь. Так, положи, пожалуйста, малыша в кроватку. Ты должна сейчас пойти, 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 пойти. Мне нравится, как здесь гуляет. Такой, знаете, расслабленной походочкой. Изи пошел по делам стоять. Пожалуйста, пойди перекуси. Взять остатки пищи. Потом, пожалуйста, пойди приготовь тортик. А куда это ты собрался? Это не твой домик. Вы посмотрите на этого Изи. Вы только посмотрите. Ребята, у нас нет продуктов. А у нас нет продуктов. У нас нет продуктов для... Нет, есть. Бисквитный тортик мы можем сделать. Значит, сегодня у нас отмечает день рождения Аларик. И день рождения отмечает Элайджа. Нет, Франклин. Я путаюсь, ребята, сори. Я трошки путаюсь. Но, в принципе, у наших ребят настроение неплохое, что меня не может не радовать. Значит, посмотрим, как по прокачке у наших ребят. Франклин. Молодец. Он у нас уже прокачивает мышление. Лиам. Ну, тоже, в принципе, молодец. Карла. Хорошая моя, давай мы тебя попросим... А, у нас тут пошли обнимашечки. Левитирующие. Мне очень нравятся вот эти вот обнимашечки. Она, знаете, так забавно выглядит. Это просто одна из поз. Она, получается, заменяет какое-то действие. И, согласитесь, выглядит трошки странно. Давайте попросим Карлу тогда сейчас все-таки посмотреть за нашим малышом. Пожалуйста, дай смоколык и вообще спроси про грызунов. И понаблюдай, и поиграй. Все, отправляйся. Значит, Аларик. Ой-ой-ой, ребята, как он спать хотел. Как он сильно спать хотел. Слушай, мне это не очень нравится. Может быть, ты сдремни здесь? Хорошо, что у него ярость так быстро. Слушайте, по-моему, это первый оборотень, который у нас стал отличником до того, как, ну, вы поняли, до того, как он по календарю стал старше. Потому что у нас все предыдущие, по-моему, оборотни, они были хорошистами. То есть у них по календарю доходило, ну, вот до нужной даты. И они все равно оставались хорошистами. Слушайте, Аларик просто, ну, просто сегодня молодец. Вздремни, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Значит, мы с вами должны посмотреть... Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, давай-ка ты сейчас починишь. И потом... Сколько? 25 всего лишь? Так мы могли бы заменить. У нас есть 42 тысячи. Я думаю, что Аларику мы передадим 20 тысяч. И мы ему должны построить трейлерный домик. Вы же помните, мы с вами собираемся трейлерный мини-городок для наших оборотней организовать в Мунвудмил. Поэтому у нас вот такие вот интересные планы. Значит, давайте мы вот здесь разместим. И давай-ка ты добавь свечи. И первый, кто у нас станет старше? Первый у нас Франклин станет старше. Мы сейчас попросим, чтобы ему помогла, конечно же. Куда ты пошла? Куда ты? Ладно, все. Пойди, пожалуйста, добавь свечи. Потому что ты сейчас туда-сюда начнешь гулять, разбудишь нашего оборотня. Он разгневается, расстроится. Ну, в общем, будет очень сильно переживать. А мы что-то не хотим, правильно? Правильно. Давай-ка ты сейчас попроси задуть свечи. И мы должны празднуем помочь задуть свечи. Франклин. А Элайджа у нас, получается, в четверг будет отмечать день рождения. Помоги, пожалуйста, малышу. И потом... Кстати, а где Изи? А Изи до сих пор спит? Серьезно ли? А ты куда пошел? Ларик, наверное, хочет тут поспать. А добрый вечер. Тут как бы... Занято. Занято. Тебе туда нельзя подниматься. Возвращаемся к нашей Скарлетт. И, ребята, будем сейчас... Ай, как же оно все сломано. Лорен звонит. Да, хорошо. О, может как раз поболтать пока что. Ларик. Ура! Отмечаем день рождения. Сейчас он пойдет взрослеть куда-то в другое место. Как вы думаете, какие ему сейчас выпадут характеристики? И ты, моя хорошая, пожалуйста, добавь свечи, потому что сейчас наверняка кто-то полезет в этот тортик. Хороший мой, ты тоже должен сейчас задуть. Значит, Франклин взрослеет. Он у нас трошки прилипчивый. Смотрите, творчество и общение. Творчество и общение. Душа и тело. Жизнь как игра. Давайте творческий взгляд. И я хочу, конечно же, рандомом воспользоваться. И он у нас какой? Делайтфул! В общем, он у нас будет очень-очень-очень приятным парнишкой. А ну покажите мне, Франклин. Вау! Смотрите, какой у нас... Ну ты чего такой грустный? Мне для него хочется выбрать какой-то такой вот, знаете, светлый костюмчик. Так, а где... А где Аларик? Аларик опять отрубился! Ребят, он даже до тортика добраться не может. В общем, мы сейчас, конечно же, его переоденем. Но сначала нам нужно переселить, конечно же, нашего Аларика. Слушайте, вот молодец. Вот действительно молодец. Он действительно справился и с домашним заданием. И, кстати, вот в принципе, в плане ярости, обратите внимание, что вот эти вот его характеристики, склонность к восторгу, большой злой волк и чистота самое главное. То есть вот эти вот характеристики, в принципе, ну для него были очень даже хороши. Значит, давай-ка отправляйся загадывать желание. Давай-давай-давай. Быстренько отправляйся, и мы тебе построим новый домик за 20 тысяч, ребят. 20 тысяч. Мне кажется, что столько должно хватить нашему волку. Причем я хочу ему сделать домик, наверное, отличный от того, что есть уже у его брата. Хотя, может быть, они будут и похожи. Посмотрим. Я не хочу, чтобы прям все домики там были прям супер-пупер-мега разные. Все-таки это одно волчье поселение. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять. Желание нужно загадать. Загадай желание получше. И... Молодец. Загадал. И сейчас он пойдет взрослеть куда-то туда. Правильно? Нет? Да ладно! Наконец-то они взрослеют на этой кухне! А то я уже думала, что все, добрый вечер. А Ларик взрослеет. Смотрите, он у нас угрюмый, он у нас слиппер. Ну, в принципе, теперь понятно, почему он постоянно засыпает. И он у нас еще задира! Вы представляете, он у нас еще и задира. Давайте, может быть, мы возьмем ему... Какой вариант? А, давайте мы ему природу возьмем. Любитель свежего воздуха. Мне кажется, что это прекрасный вариант. Почетный выпускник! Ну что, ребятки, теперь нужно нашего Аларика переселить. И мы с вами прямо сейчас отправляемся в его новый дом. Самое интересное, что Аларик только переехал, а он уже сидит за компьютером. Итак, как вы помните, мы с вами на достаточно большом участке построили трейлер для Эдди. Если я, конечно, не ошибаюсь. И здесь я планирую разместить еще несколько трейлеров, чтобы здесь жили наши оборотни. И я думаю, что прям вот тут мы с вами разместим трейлер. А можно как-то светлее? Ну, вроде как светлее. Здесь будет трейлер Аларика. Я думаю, что он будет трошки меньше. Давайте куда-нибудь вот сюда вот эту вот ель передвинем. Здесь у нас будет трейлер не по диагонали. Нет, ни в коем случае. Давайте без диагональных трейлеров. Я думаю, что мы разместим 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, наверное, на 5. А может быть, 9 на 5 возьмем. Давайте трошки побольше у нас будет здесь трейлер. И давай вот сюда. И я думаю, что как мы с вами сейчас все сделаем. Я хочу еще раз посмотреть. Значит, этот трейлер у нас здесь. Давайте, может быть, мы его передвинем. В итоге у нас понятное дело, что все будет перемещаться, передвигаться вот тут. Постой, пожалуйста. Так, ну вроде бы нормально, да? Вот сюда нам с вами нужно сушилку передвинуть. Поднимайся наверх. И вот здесь у нас будет мусорный бак. Ну и тут у нас ель, которая вроде как не пересекается. Значит, смотрится вроде как нормально. Теперь вот этот трейлер мы с вами трошечки поднимем. И я думаю, знаете, как мы с вами сейчас поступим? Я хочу использовать вот такую крышу. Причем мы с вами попытаемся сделать симпатичненько. Мы с вами сделаем вот так. Потом ты идешь сюда. Я так понимаю, что скорее всего буду трошки поменьше все-таки делать этот трейлер. Потому что он какой-то гигантский выходит. Хоть нам с вами не жалко, но все же. Мне очень хочется сейчас, знаете, как сделать? Хочу вот эту крышу вот так вот разместить. И вот здесь я хочу сделать спуск. Но я не знаю, дастся ли мне сейчас это сделать. В общем, короче, здесь хочу пристроить крышу. Давайте мы с вами попробуем так сделать. Значит, делаем хопа. Потом мы удаляем вот это вот сюда. Я знаю, что можно было просто добавить один вот этот вот плоский квадрат. Но уж ладно. Хай будет так. Значит, это мы с вами убираем сюда. И здесь у нас будет вот такая вот крыша. Не знаю, будет ли оно, конечно, ровно смотреться. Но мы с вами уже пробовали подобный трейлер построить. А вы знаете, где мы пробовали построить его? В одном из домиков, который мы недавно строили. Ой, что у нас тут слишком много места. Вот так мы делаем, да? И вот так мы делаем. Ой, ребят, что с крышей? Крышу куда-то понесло. Ну вот, смотрите. В принципе, получается уже неплохо. То есть тут у нас вот такой вот съезд получается. И давайте, может быть, сделаем оп. И как-то нужно, чтобы поаккуратнее было как-то. Чтобы они прям... О! Ребят, ну мне нравится. Только я бы, честно говоря, этот трейлер, наверное, поуже трошки сделала. Мне кажется, что так будет, наверное, получше. Сколько тут у нас клеточек? Хотя нет, чего. Мне кажется, что, в принципе, пока что нормально смотрится. А там уже поменяем. Значит, здесь у нас будет небольшой такой вот подъем. Ребята, 18 тысяч как-то осталось. Как-то у нас резко деньги начинают заканчиваться. Давайте, может быть, мы с вами как сделаем? Мы с вами сделаем оп. И тут у нас будет лесенка. Ну и, в принципе, давайте сразу же, наверное, разместим, где у нас что будет находиться. Наверное, мы даже, знаете, как сделаем? Вот здесь будет спальня. Я пойду теперь по-другому. Здесь у нас будет спальня. Ванная комната у нас будет здесь. А здесь, наверное, будет кухня. А здесь столовая. Или наоборот. Точнее, кухня и гостиная. Ну, в общем, сейчас разберемся. Я бы, наверное, этот трейлер сделала не суперновым. Давайте мы его, может быть, такой вот снаружи он будет не суперновый. А внутри, в принципе, неплохой такой, знаете, с небольшим ремонтом. Я хочу взять вот такое вот покрытие изогнутое. Видите, оно такое трошки не самое новое. Будем считать, что может быть какой-то это такой трейлер, знаете, БУ. Но мне кажется, что Аларик в итоге сделает такой вот небольшой ремонтиц. Я хочу взять вот это вот покрытие для крыши. Давайте возьмем, может, вот такое вот зеленое. Здесь у нас будет зеленое покрытие. И сразу же выберем карниз. Карниз тоже будет зеленый, ваш капитан, очевидность. Вообще, можно было бы здесь прозрачно использовать. Ну, я не знаю, ребята, будет оно смотреться. Нет, а можно убрать? Блин, видите, тут трошки оно съезжает. Ну, шупоробыш, придется тогда нам, знаете, как сделать? Наверное, ну, не знаю. Я бы хотела все-таки вот так вот разместить. Вот так у нас будет. Тогда мы можем, наверное, с вами использовать здесь другой карниз. По-моему, у нас есть такой вот практически отсутствующий. О, бимба, ребята, мы с вами все нашли. Еще, кстати, здесь можно добавить площадку. Кстати, ребята, idea! I have an idea! Здесь у нас будет площадка. Смотрите, такая кривая крыша. И тут можно сделать выход из спальни. И, например, на этой площадке разместить, ну, не знаю, шезлонг. Как думаете, оборотни загорают или нет? Ну, а внутри трейлер выглядит вот так. Давайте сначала, наверное, кухню разместим. Затем перейдем, наверное, к спальне и к ванной комнате. Кухня у нас будет вот здесь. Я думаю, что мы можем взять вот такие вот тумбочки. Наверное, возьмем, вот, видите, темный и светлый вариантиц. Раз, два, три. Здесь, кстати, можно холодильник разместить. Давайте, наверное, сразу же его и добавим. У нас есть 15 тысяч. Я вот думаю, такой вот мини-холодильник. Давайте, наверное, пока что мини-холодильник. Здесь у нас будет плита. Возьмем, наверное, вот эту и разместим ее вот здесь. Как раз над плитой мы с вами сможем вытяжку разместить. Да, сможем же, надеюсь. Ну, вроде как да. И нам нужно с вами добавить... Да что ж ты прыгаешь? Не прыгай, пожалуйста, играйте. Очень прошу, не надо так делать. Мы с вами делаем хопа. Потом делаем оп. Нет, наверное, мы делаем оп. И делаем оп. Вот, смотрите, какая она сразу же симпатичная кухонька. Теперь давайте все-таки, наверное, перейдем к ванной комнате. Потому что что-то мне подсказывает, что мне ни на что уже сейчас не хватит. Я хочу добавить, конечно же, душ. Я думаю, что ванну. Хотя, может быть, ванну. 300 символионов. А сколько самое? 150. Давайте за 350. Здесь будет ванна. Тогда здесь у нас будет раковина и унитаз. Ваш, капитан, очевидность. 365. 250. Давайте пока возьмем за 250. И здесь у нас будет вот такая вот раковина. Теперь нам нужно добавить зеркало. То есть я хочу, чтобы у нас, знаете, был такой классический базовый домик. Ну, то есть все необходимое для жизни, чтобы было у нашего Аларика. Нам нужно еще здесь... Нам нужно еще здесь какой-то коврик. Коврик. А что у нас есть? О! Коврик для ванны. Все. Берем. Значит, здесь у нас будет вот такой вот коврик. И берем еще, наверное, вот такой. Только сейчас цвет поменяем. А то что-то я уже не вижу, где этот коврик. Давайте возьмем... Давайте вот такой вот зелененький. А еще здесь у нас коврик есть. Здесь коврик есть. Давайте, может быть, какие-то цветочки. А то как-то у нас тут пусто. Знаете, мне нравится очень сильно один вариант. Я его постоянно не вижу. Такие вот цветочки на деревянной доске. Я постоянно их теряю. Я не могу их найти. Вот смотрите, видите? Я их ищу, ищу. Они мне в глаза не бросаются. Я вижу все, кроме... О, вот. Вот прекрасно. И здесь у нас есть вот такая вот веточка. Так, 12 тысяч, ребят. Нам еще нужно мини-столовая. И мини-спальня. Можно, конечно, сюда дверь переместить. Но я не хочу. Хай будет здесь. У нас, кстати, вот здесь дверь. Давайте мы ее сюда. И туточки я хочу разместить какое-то старое кресло. Вот можно, кстати, вот такие вот. Возьмем, например, один вот такой вариантиц. И второй, например, вот такое вот персиковое кресло. И вот здесь можно всегда посидеть под крышей. И я думаю, что можно, знаете, что еще добавить? Давайте возьмем вот это вот растение. У нас тут есть вот это. Такое классное. Нож, мне кажется, здесь нормально размещается. Все пройти смогут. Вроде как да. И, кстати, здесь можно гриль разместить. Но, ребята, один нюанс. У нас гриль такой дорогой. Может быть, вот такой? Давайте вот такой вот разместим. Так, кровать. Нам нужна кровать. Я не хочу самую дешевую. Давайте возьмем что-нибудь. 290. Может быть, вот эту? Ну, это, знаете, такой классический прям вариант. Классический-классический. И как раз по цвету она, в принципе, неплохо подходит. И учитывая, что здесь два персонажа могут спать. Они же перелазят, получается. Давайте поставим пока такую. Я хочу что еще добавить? Я хочу рабочий стол. Мы, наверное, знаете, какой столик разместим? Мы, наверное, одноклеточный. Ну, мне кажется, что одноклеточный сюда впишется лучше. Одноклеточный. Причем мы можем взять вот такой. И мы его можем вот здесь разместить. О! Супер! Бимба! Значит, нам нужно еще взять, 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 стульчик, стульчик. 11 тысяч. Кстати, можем особо уже и не экономить. Давайте вот такой вот синенький. И мне нужно здесь еще шкаф, слышите? А может, тогда вот сюда передвинем? И тебя вот сюда? Потому что здесь тогда хотя бы какой-то маленький шкафчик влезет. Обязательно ноутбук. У нас у всех, ребят, должен быть ноутбук. У нас тут продвинутые оборотни, попрошу. Надо взять тогда... Ну вот, смотрите, видите, сразу же все влазит. Эти все шкафчики, хотя вот этот, в принципе, здесь станет. Но он по цвету нам, по-моему, не подходит, да? Игра. Ну вот, видите, там более рыжий, там менее рыжий. Вот этот можно. Кстати, давайте вот такой возьмем. Вот, смотрите, здесь у нас будет вот такой вот шкафчик. Все, прекрасно. Нам нужно еще какой-нибудь здесь светильник. И, в принципе, у нас уже такая базовая спальня готова. Я предлагаю взять... Может, вот такой? Нет, не такой, а мы с вами возьмем... Давайте вот такой. Вот. Здесь у нас будет вот такой вот светильник. Все, прекрасно. Я хочу какой-нибудь маленький коврик. Нам осталось только столовая и гостиная, ребят. Я надеюсь, что нам хватит. Так, здесь у нас будет вот такой вот синенький коврик. И переходим вот сюда. Значит, смотрите, здесь как раз станет небольшой столик. Я даже знаю, какой. Ребята, я даже знаю, какой. Нет. Я возьму, наверное, не тот стеклянный. Я сразу подумала о моем любимом стеклянном. Но я думаю, что здесь надо взять какой-то другой. Значит, я бы взяла либо вот О. Ребят, давайте такой возьмем. Я его так редко использую. Будет смешно, если я его уже использовала, например, у Эдди. Но мне он нравится. Он такой, знаете, вот везде подходящий. Я тогда добавлю вот такие стульчики. Нет. Такие. Нет, тоже не хочу. Давайте, может быть, вот такие. Только нам нужно более О. Более рыжие, я хотела сказать. Здесь у нас будут вот такие вот стульчики. То есть у нас уже есть мини-столовая. Здесь у нас тогда будет мини-гостиная. Нам нужно что? Нам нужно взять какой-то диванчик. Причем я не хочу самый дешевый. Ну, кстати, неплохой диван, но нет. А где диван такой вот, знаете, из подвала? У нас есть подвальный диван. Он, по-моему, стоит. А, 575. А давайте возьмем вот этот диван. Будем считать, что, может быть, он шел вместе с этим трейлером в подарок. Ну, хай будет. У нас же деньги все-таки есть. И, кстати, мы вот сюда можем, наверное, холодильник передвинуть. А рядышком у нас будет... Будет, будет. Вот так нормально. А рядышком у нас будет стоять мусорная корзина. Что-то я про нее забыла. Слушайте, я хочу еще какие-то трейлер-парки построить. Мне так нравится строить трейлер-парки. Мне так нравятся вот эти все трейлеры. Как-то, знаете, когда у тебя ограниченное количество места, и тебе нужно придумать, где что разместить. Мне это очень и очень нравится. Можно, конечно, сейчас выпендриться и поставить вот такую вот стенку. И мне, кстати, хватит на нее денег. Но, наверное, это будет занадто. Хотя? Или поставить ту стенку? Давайте, наверное, вот такой вот у нас здесь будет телевизор. Ну, а тут мы можем с вами, например, книжные полки разместить. Давайте глянем. Вообще, наверное, в идеале нужно вот сюда передвинуть телевизор. Хотя нет, хочу в центре вроде, да? Ну, вот так уже в центре. Здесь у нас телевизор, тогда здесь будут книжные полки. Причем я хочу взять вот эти. Смотрите, они просто, ну, почти идеально вписываются. Ну да, не совсем они идеально вписываются. А, кстати, можно взять вот этот вариант. Давайте возьмем вот эти вот старенькие. Ну, тоже будем считать, что это в подарок полки. Полки в подарок. Покупаешь трейлер, получаешь полочки в подарок. Ну что, ребят, вот такой трошки странный трейлер у нас получился. Но чем страннее, тем мне больше он нравится. Итак, мы с вами отправляемся на небольшую экскурсион. Мы с вами заходим и сразу же попадаем на вот такую вот кухню. Я часть предметов поменял, потому что денег у нас оказалось очень-очень много. Значит, здесь у нас кухня. Здесь у нас находится ванная комната. Здесь находится столовая. Здесь находится гостиная. Ну, а здесь находится небольшая спальня. Я решила оставить вот эту кровать. Здесь у нас ноутбук. Есть вот такой вот шкаф. Ну, а тут, понятное дело, что вот такая вот релакс-зона под крышей. Я очень надеюсь, что Аларику этот домик понравится. И, как вы понимаете, мы с вами продолжим застраивать этот участок, если у нашей наследницы будут еще оборотни. Ну, а мы с вами вернулись к нашей семейке Ален. И почему Элайджа лежит на полу? И я вижу зеленый дымочек! Давайте попросим Скарлетт, чтобы она сейчас, во-первых, переодела нашего Элайджу. Значит, сменить подгузник Элайджа. И я так понимаю, что, наверное, нужно его покормить. Другие варианты. Уход, кормить. Давайте мы попросим покормить. И как дела у Карлы? Куда ты отправляешься? Ты хочешь спать? Давай-ка ты лучше отправляйся спать наверх. И давай мы тебя отправим вот сюда спать. Как дела у Франклина? Кстати, я Франклина... Ну, не надо здесь спать. Отправляйся, пожалуйста, спать к тебе. Кстати, я же говорила, что очень скоро у Элайджа будет день рождения. Смотрите, какой у нас симпатичный получился Франклин. Я скачала новые прически. И мне эта прическа прямо очень нравится. Я предлагаю его отправить наверх. Наверное, он будет... Да вы издеваетесь, ребят, посмотрите. До сих пор не пропал вот этот вот дурацкий бак с одним... С одним стулом. То есть, здесь со стулом все окей. А если вы под кроватку размещаете вот эту вот компашку из столика и стульчика, то стульчик обязательно пропадает. То есть, столик у нас остается. Причем пропадает не только стульчик, пропадает еще... Ну, вот, например, вот этот вот стаканчик с карандашами. И, по-моему, здесь я то ли лихтарок размещала, то ли книжки. Я не помню. Но в любом случае, почему-то они пропадают. И я не понимаю, почему такое происходит. Значит, ты можешь сейчас покормить малыша и переодеть? Фух, можешь. Мы должны с вами проверить, как дела у Лема. Ох, ребята, Лему нужно и в туалет, и выспаться, и покушать. Сейчас Скарлетт, конечно же, будет заниматься малышами. И, кстати, я так понимаю, что, ребята, мы с вами очень скоро узнаем, кто уже родится у нашей Скарлетт. Потому что я уже какое-то время играю за кадром. Я поиграла трошки до того, как Аларик переехал. И мне уже не терпится узнать, кто же, кто же. Подождите, 42 тысячи. А почему 42 тысячи? Самое интересное, что я 20 тысяч передавала... Ребята, это что за баг? А почему 42 тысячи? Ребят, у нее же не было 62. Мы же передали 20 тысяч. А откуда у Аларика взялись 20 тысяч? Ребят, это что за магия вне Хогвартса? Это как такое вообще могло произойти? Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, как такое произошло. Может быть, конечно, у Эдди уже были деньги? Но я не знаю. Ребят, я не знаю. Давайте мы, наверное, сейчас попросим нашу Скарлетт, чтобы она все-таки... Как дела у Элайджик, кстати, по... А, так по питанию у него все хорошо. Давайте мы попросим Скарлетт, чтобы она уложила малыша, потом включила колыбельную и занялась быстренько, быстренько, быстренько лемом. Значит, что нужно сделать? Блин, он очень сильно хочет спать. Но я хочу попросить нашу Скарлетт, чтобы она, наверное, его сейчас разбудила и отправила на горшок. А вот у Франклина проблемы с монстром. А может быть, мы попросим его сейчас познакомиться с этим монстром? А где монстр? Где монстр? Давайте мы попросим уложить, читать. Поговори с чудовищем. Поговори с чудовищем. Может быть, вы быстро найдете общий язык, и не надо будет никого опрыскивать. А лем, я смотрю, что ужасно недоволен. Хорошая моя, ты можешь сейчас просто малыша отнести вот сюда? Я тебя прошу. Не надо стоять на него и просто смотреть. Вот видишь, он топает. Он не хочет, чтобы его так будили. Отходит, мне нравится. Сразу же отходит. Лем очень голоден. Ладно, давайте сначала его накормим. Бегом, бегом, бегом. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Мне нравится, как она успокаивает. Другие варианты. А зачем мне другие варианты дать еду? Скарлетт, пожалуйста, накорми его. Ты будешь кушать пиццу? Нет, ну от пиццы понятное дело, что никто не откажется. И ты хочешь в туалет. Да что ж такое? Ну и как дела у Франклина? Слушайте, Франклин только что подружился с чудовищем. Да ладно? Вы представляете? Вздремнуть, попросить опрыскать. Нет, мы это делать уже не будем. Ложись тогда. А, ты не хочешь спать, да? Он очень сильно взволнован. Тогда просто вздремни. Возвращаемся к Скарлетт. И накорми, пожалуйста, малыша. Я сейчас начну психовать, ребят. И вот это вот... Это че? Это все еще Рики? Ребята, это... Это баночка Рики? Вы представляете? До сих пор здесь стоит вот эта вот баночка. Ты можешь малыша накормить? Накорми его, пожалуйста. Дай еду ребенку. А я же не выбирала крекеры. Ну ладно, окей. Поешь, пожалуйста, крекеры. Ты сходи быстро в туалет. Как дела у Лема? Так. Лем сейчас должен поесть. Видите, не успела она его донести до горшка. Поешь, я тебя очень прошу. И нужно сейчас его переодеть. Ребят, у нас осталось двое малышей. Все равно, видите, у нас есть проблемы. Так, давай-ка ты, наверное, что сделаешь? Ты сейчас, наверное, сделаешь сменить подгузник Лему. Как дела у Лема? Фух, ребята, он покушал. Я уже перепугалась, что сейчас все. Добрый вечер будет. С Лемом будут какие-то проблемы. По-моему, у Мэри была такая ситуация, когда забрали малыша. Ну куда ты посадила ребенка? Да что ж ты делаешь? Ребята, по-моему, она меня хочет сейчас довести. Сменить подгузник. Смени подгузник Лему. И ты пойдешь отдыхать. И все пойдут. Нет, Лем хочет поиграться с пыльным клубочком. Не надо, не трогай. Ну, не вертись ты так. Она меня не слушает, ребят. Она меня не слушает. Я хочу, наверное, скоро разбудить Карлу. Видите, она никак не может до четвертого уровня прокачаться. Ребят, ну вообще никак. Давайте мы ее разбудим. Хайна пойдет сейчас покушает. И, наверное, трошки поработает. Потому что... Ну, я не знаю. Я вам честно хочу сказать. Я не знаю, как у нее будет с учебой. И, кстати, давайте проверим. Наша Скарлетт... Беременность, третий триместр. Скоро рожать. Ребят, она скоро будет... Это время так летит? Ты почему не переодела? Я же видела, что ты не переодела. Ребят, она не хочет переодевать. А, фух, хочет. Я уже... Это что? Это что за странная анимация, ребят? Это как она сейчас переодевала малыша? Ты переодела его или нет? Я до сих пор вижу зеленый... Все. Фух, пропал, ребят. Пропал зеленый дымочек. Ложись, пожалуйста, спать. Ложись спать. Не плачь, пожалуйста. Ты тоже ложись спать. Выплакаться. Давай, отправляйся. У нас опять куча этих пыльных комочков, ребята. Опять много комочков. Мне нравится вот этот вот хвостик у нашей Карлы. Так, сюда тарелку. Мне так нравится вот это вот, знаете, разбрасывание тарелками. Мне не нужна эта тарелка. Я просто выброшу ее в мусорный бак. Зачем нам эта тарелка? Подумаешь. У нас много тарелок. Мне правда пора? Ребята, вы понимаете, что у нас в гостях была Кая? И вместо того, чтобы как бы у нас дома провести время, она просто решила пойти искупаться. Ну, хорошо. Кстати, по-моему, Кая как раз живет на островах. Элана, по-моему, живет как раз в Мунвудмил. Куда ты пошла? Да что ж ты делаешь? Ложись спать. А ты куда пошел? Ребят. Она решила себя по носу дверью ударить. Серьезно? Ладно. Сделай вид, что мы с вами этого не видели. Как дела у Карлы? Карла кушает. И я смотрю, что Франклин тоже решил перекусить. Давайте посмотрим, как у него с учебой. Ну, понятное дело, что он троечник. Давайте мы, наверное, попросим его сделать домашнее задание. И затем... Кстати, надо забрать у него планшет. Надо забрать планшет, потому что у меня такое ощущение, что мы огромное количество планшетов оставляем у наших детишек. И потом такие... Ой, а где все планшеты? У тебя планшетов нет. Лем отправляется отдыхать. Фух, ребят. На коне... Куда ты идешь? Нет, хорошая моя. Пожалуйста, пойди займись опытами. Я тебя очень прошу. Пожалуйста, займись опытами. А как дела... Кстати, давайте посмотрим, как дела у Франклина по навыкам. Второй творческие. Кстати, можно будет попросить его действительно заняться творчеством. Мне кажется, что идея очень хорошая. Выбрасываем тарелки. Они нам тут не нужны. И, как вы понимаете, детишки сейчас должны заняться домашним заданием. А Скарлетт должна отдохнуть. Ребят, мы с вами очень скоро узнаем, кто же родится у нашей Скарлетт. Я думаю, что в ближайший час мы с вами точно узнаем. Давайте посмотрим, как дела у Карлы и как дела у Франклина. Значит, Франклина мы, наверное, отправим. Ребята, Скарлетт рожает. Давайте мы отправим его принять душ, потом в туалет. А Карлу мы, наверное, отправляем наверх отдыхать. А нашу Скарлетт мы отправляем вот сюда. Родить ребенка. Вы понимаете, что у нас может быть и один малыш, и два, и три. И ребята уже не терпится узнать. Вы представляете, если будет вдруг две девочки? Если вдруг будет две девочки, куда ты малыша понесла? Зачем? Ты пошла рожать с малышом? Скарлетт, может быть, надо было малыша оставить на кроватке? Ну, как бы, мне кажется, так было бы логично. И, кстати, знаете, что у меня еще вылезла за табличка, ребят? У меня вылезла табличка с сообщением о том, что у Скарлетт сегодня оказывается день рождения. Вы представляете, какой поворот? Дорогая моя, пожалуйста, оставь малыша. Малыш тоже не понимает, почему его туда-сюда таскают. Вот. Умница. Умница! Кстати, у нас Элайджа 76-й. А сейчас родится 77-й малыш, ребята. 77-й малыш. Мальчик, девочка. Мальчик, девочка, мальчик, девочка. Ребята, я нервничаю, вы понимаете? Это новый этап в нашем челлендже. Я не помню, кстати, сколько мы уже за Скарлетт играем. По-моему, около года, если не больше. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас мы узнаем... Девочка, ребята, девочка! Девочка, девочка. Давайте мы назовем ее... Давайте назовем ее Хлоя. Мне подкинули несколько интересных имен. Хлоя 77-я. А представляете, сейчас еще будет девочка. Ооо! Мальчик, ребята, девочки. Да ладно, слушайте, это как Кайл и Скарлетт. Значит, мальчика мы с вами назовем Колин. Колин 78-й, ребят. У нас же вроде Колинов не было. Вроде бы нет. Ооо! У Изи и Скарлетт двойняшки, ребята, двойняшки. Мы с вами можем поздравить нашу Скарлетт. И Хлоя теперь наследница. Что будет дальше? Мы с вами узнаем уже в следующей серии. Отметим день рождения нашей Скарлетт. Я надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok